и как обычно привет девушки обнял сегодня тема нас ожидает про бизнес и какие я открывал бизнес и точнее про два расскажу в самые забавные истории давайте обойдем наше фермер хозяйства для начала манит притон как уже кто-то заметил с фермы все нормально вчера вырубалась почему-то видюха перезагрузил форп ферму все стало на свои места работать также ноутбуки стоят работают рассказать особо нечем потому что довольно таки стабильно малые режекты низкие температуры так как здесь легкое продувание все равно стоит какое-никакое то есть квартире тепло а вот в этой зоне в как называется подоконечной прохладно ну от нас почти уже 7000 людей наших людей 7000 подписчиков всем опять же жму руку всех девчонка гниал в общем начнем про бизнес и так исполняется мне значит 18 лет денег никаких особо нет родители говорят то есть олег если ты хочешь идти в армию то иди если не хочешь то будь добр поступай на бюджет и учись на здоровье не то чтобы я как-то сильно не хотел или хотел в армию но начал поступать в общем поступил в пгу мало кто даже из моих друзей знает то что я в пгу учился пермский государственный университет на физическом факультете почему туда потому что там был очень маленький конкурс на бюджет значит туда я поступил какие-то стипендии получал где-то что-то я пытался купить продать подешевле купить подороже продать в общем появился какой-никакой уставной капитал вот и всегда значит я садил я раньше жил на парковом в общем это на одном автобусе едешь до вокзала до перм 2 и оттуда уже идешь до пгу это я вот объясняю и значит по дороге к пгу к моему учебному заведению был 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 такой зеленый киоск вот знаете как раньше киоски такие были со снеками из пивас там продавался такие одни стоят себе возможно даже некоторых уже некоторых уже некоторых еще городах есть так вот и на одном из них было написано аренда по тем время по временам квадрат стоил ну не знаю рублей двести наверно где-то так в общем не суть за 5000 рублей я снял этот киоск он был с панорамными стеклами и там замутил пончиковую пончики пончики этом торговал пончиками значит откуда я взял рецепт моя знакомая помогла откуда я взял машину по изготовлению пончиков бушную нашел раньше авито не было раньше был тирон из рук в руки честно не помню откуда это вот какой-то пермский форум был или из рук в руки точно не помню общем я купил бушный и все было вроде бы нормально все шло своим чередом все было неплохо нашел значит на работу женщину которая торговала платила ей больно честно не помню сколько то ли десять тысяч то ли один столь 12 что такое ну не помню в общем все было неплохо до той поры когда она горит а можно я горит свою сама буду стряпать пирожки еще продавать их тоже я груду принципе да пусть она тоже женщина думаю подзаработает и в итоге пару человек траванулась и и пирожками один из них подал в суд и чтобы с ним полюбовно договориться пришлось расплачиваться рублем да так расплатиться что весь этот бизнес загнулся в общем мне пришлось одолжится и все это продать чтобы с ним расплатиться не знаю чем бы закончилась та история да где-то все до суда но я не хотел до этого тянуть в общем первый бизнес был благополучно просто далее пять лет было перекупства такие какие-то темы где можно было заработать такие единоразовые скажем так ничего интересного потом еще работал значит volkswagen продавал автомобили и настало время открывать следующим бизнес это было не так давно два года назад открыли с другом скупку скупку электротехники то есть комиссионный магазин вроде бы все неплохо но была основная ошибка с геолокацией эта точка находилась не на первой линии а вот представляете дом из торца нужно было входить к дому чтобы попасть в эту техно скупку вроде сделали карту начертили на дороге как ходить но народ мало мало народу ходила и контингент такой себе мы открыли около центрального колхозного рынка и контингент был с автовокзала то есть приезжие потом завсегдата этого района алкоголики наркоманы ночные бабочки в прямом смысле этого слова и знаете спустя год этой работы я понял то что начинаю забывать слова начинаю деградировать начинаю быть похожим на тот самый контингент который к нам приходит обращаться по выкупу и завершающей точкой стал один случай в общем звонит человек говорит я у вас перед дверьми стою а время 9 утра у нас начинает работать вся эта скупка с десяти звонит и говорит я принес телевизор значит я иду раньше времени потому что жил там неподалеку покупаю этот телевизор но чую что-то неладное как я почуял что-то неладное у данного клиента были все фаланги пальцев татуировках ну в этих знаете синих синие перстаки вот и все такое я подумал то что от этого ноутбука пора избавляться значит сразу же его естественно продал и чтобы вы думали на следующий день звонят из полиции говорят так и так к вам приносили такой такой-то телевизор я говорю да ну то есть как есть говорю приносили типа где он я говорю я его продал они говорят ну ладно знаете что за человек такой вам приносила я говорю нет в общем этот человек познакомился с какой-то женщиной на улице выпил с ней может быть ком-то бар или что это я так предугадывают цепочку дальнейших действий в общем по итоги по по итогу пошел к ней домой короче в двух словах обворовал ее и по разным ломбардам разнес вот это все имущество и и скажем так и вот после этой истории я подумал я не хочу работать никаких онлайн бизнесах оффлайн точнее в тем более никаких скупках потому что неизвестно какие еще истории были да полицейские гости были частые раз в месяц или два раза в месяц обычно заходят изымают что-то но вот это знаете это все морально тяжело психологически а самое главное потеря денег вот это надоело но моральный аспект меня конкретно подкосил и в общем поговорили с другом и решили все это закрыть продать к чертовой бабушке и помахали ручкой вот такая вот история про бизнеса завтра приходит ноутбук гигабайт мы про него поговорим хочу снять распаковку как на почту он пришел распаковку на почте и настройку и посмотреть на что способен он майнинге вот такой вот влога блок пропорта